По Ножовщиной закончилась для бывшего добровольца АТО поездка в столичной маршрутке. А все из-за того, что он вступился за пенсионера, которому отказали в льготном проезде. Подробности узнавала Ирина Романова. Это конечная остановка 410 маршрута на Петровке. Именно здесь произошла развязка этой истории. А началось все прозаично. В маршрутку зашел пенсионер и попросил водителя о льготном проезде. Вповедь подъя не была, что у меня уже есть, например, такой пассажир. А просто он сказал, что такой переговой категории нет. Попри то, что мы дистали и показывали, власне, эту роздруківку с правами шпоживачів, он показывал, что так это неправда. Через какой-то период этого перегиркувания он запропонувал пояснить на кинцевой. Мария, конечно, не доехала, спешила на работу. А ее друг Игорь пошел на принцип. Приехавши на кинцеву, люди вышли с маршрутки. Я говорю, вы хотите? Я не буду. Где на ряд полиции? Мы должны выяснить. Все то, что кинул фразу в мою сторону, что он лайком был, с какими пассажирами не хочет спілкуваться. Я штукнул его в плечах, сказал, что он не имеет права так выжить своих пассажиров. Начали резко запринуться автомобиль, он сплетел вниз и выбег до меня в салон. По салону в салону. И на паузу на жар. Слечом мне было порезено руку. Пока ждали полицию, Игорь успел съездить в больницу, обработать рану. Наряд забрал в райотдел и пассажира, и водителя. С места событий следовательная группа Луи Ивановича Ланиш и следы бурого колера. На данный момент у нас распространено непроваджение за фактом нанесения легких телесных ушкоджений. Коллеги водителей утверждают, он человек спокойный и адекватный. Найти руководство горе-водителя оказалось непростой задачей для пассажиров. Чему неможливо дотелефонуваться, а не до того того, який зазначенный в послугах, а не чему не можно дотелефонуваться до основ управления о справах захисту споживачів. Жоден телефон не є дійсный. Но нам повезло больше. Номер начальника мы нашли, но тот от комментариев отказался. Какая там ситуация? И полностью мы будем знать, коли будет информация от следственного. Вы вважаете, что это нормально, что водитель имеет нижний, чтобы разобраться с пассажиром? Это упереденная информация, и достоверно будет, что она у следственного. В столичном управлении, которое курирует маршрутные перевозки от комментариев, тоже отказались. Мол, не владеют всей информацией. Какое наказание понесет водитель, пока неизвестно. Закон предусматривает либо штраф 50 необлагаемых минимумов, либо год исправительных работ. Ирина Романова, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Субтитры создавал DimaTorzok